Добрый день, друзья! Мы продолжаем с вами работать дистанционно. Я бы хотела, чтобы с этой лекцией вы поработали так же, как и с предыдущей, то есть как с классной работой. Для этого вам нужно открыть рабочую тетрадь, записать число и тему урока. Тема урока сегодня обособлены обстоятельства и дополнения. Я прошу вас так же конспектировать, и в этот раз прошу, чтобы вы отправили мне домашнее задание, будущее, с конспектом этого урока. Поэтому будьте внимательны, все записывайте. Начну с обособленных обстоятельств. Я напоминаю вам здесь, что обстоятельства – это второстепенный член предложения, который поясняет слово со значением действия или признака. Имею здесь в виду, что будет глагол, собственно, от которого вы будете задавать вопрос. Как, где, куда, зачем, при каком условии, вопреки чему. Также обстоятельства может и характеризовать признак. В таком случае, скорее всего, буду говорить о наречиях меры и степени. Что-нибудь вроде очень красивой, красивой насколько, очень, в какой мере, в какой степени. Обстоятельства обычно выражены наречием, либо падежными формами имен существительных, с предлогами или без предлогов, дейпричастием или дейпричастным оборотом. Обстоятельства подчеркивается штрих пунктирной линии. Все, что написано на слайде, вам очень хорошо знакомо. Таким образом, обособленные обстоятельства – это выделенные знаками приопинания и интонационно в речи обстоятельства. Условия обособления обстоятельств. Прошу здесь особенно конспектировать с примерами. Обособляются дейпричастные обороты и одиночные дейпричастия. Давайте сразу к примеру. Дождь лил, запятая, однообразно шумя по траве и деревьям. Шумя – это дейпричастие, и все, что выделено красным – это дейпричастный оборот, то есть зависимые слова. Дейпричастие плюс зависимые слова. И второй пример. Маленький паровоз, пыхтя, втаскивал на запасной путь долгожданный второй эшелон. Пыхтя – это одиночная дейпричастия, при нем нет никаких зависимых слов, но тем не менее я его тоже обособляю. Таким образом, я обособляю дейпричастия и дейпричастные обороты. Обособляю, значит, выделяю с двух сторон запятыми. Но не забывайте, что дейпричастные обороты и одиночные дейпричастия могут начинать или оканчивать предложение. Таким образом, я выделю только с одной стороны запятой. Также обратите внимание на то, что не обособляются дейпричастия или дейпричастные обороты, употребляющиеся в речи, скорее уже всего, как наречие образа действия или представляющие собой фразеологизм. Мы говорим, что дейпричастия и дейпричастные обороты, соответственно, это добавочное, дополнительное действие к основному глаголу. Эти же примеры как раз будут уже скорее лишены именно действия. Поэтому работают примерно как наречие. Примеры. Татьяна любит не шутя. Не подразумевается, что она не шутит. Равно серьезно. Наречие образа действия. И они работали спустя рукава. Спустя рукава – это фразеологизм. Некоустойчивое сочетание, я его только полностью воспринимаю. И могу заменить наречием образа действия небрежно. Я иду дальше. Напоминаю вам, что если вы не успеваете за мной, то вы ставите видео на паузу и дописываете все, что вам нужно. Второе условие. Обстоятельства обособляются, если они выражены именами существительными с производными предлогами, несмотря на, согласно, благодаря, вопреки, при наличии, при отсутствии, за неимением, по причине, ввиду, вследствие, в отличие от, независимо от, по случаю. Примеры. Луговые травы, благодаря обильным дождям, необыкновенно сочны. Благодаря обильным дождям – это обособленное обстоятельство, выраженное существительным с производным предлогом «благодаря». Второй пример. Свой поход в лес за грибами мы, ввиду разгулявшейся непогоды, отложили на несколько дней. Это обособленное обстоятельство, выраженное существительным с производным предлогом «благодаря». Обратите внимание на то, как пишется «производный предлог ввиду» и «вследствие, в значении причины, из-за, могу заменить». Собственно, все по обстоятельствам. У меня есть небольшое задание для вас. Я бы хотела, чтобы вы поставили меня на паузу и списали 6 предложений. Вам нужно будет списать их и расставить знаки припинания, подчеркнуть обстоятельства, как член предложения, и объяснить обособление обстоятельств. Мы примерно так же с вами делали на прошлом уроке, вы также поступали дома с домашним заданием. Поэтому я бы хотела, чтобы после предложения у вас было объяснение. Вместе проверим. Давайте начнем с первого и третьего предложения. Здесь обособляются деепричастные обороты в третьем и в первом – одиночные деепричастия. С первым точно, я думаю, что все понятно, а вот на третье все-таки еще прошу обратить внимание. Здесь два деепричастных оборота, но смотрите, они неоднородные, поэтому после и, и перед, и будет запятая. Здесь однородные сказуемые. И первый деепричастный оборот относится к одному сказуемому, к первому, а второй деепричастный оборот ко второму, поэтому я не могу считать их однородными. Он остановился, что сделав, задумавшись о чем-то, и позвал часового, что сделав, резко обернувшись. Еще раз, первый деепричастный оборот к первому сказуемому, второй – ко второму, поэтому я не могу считать их однородными. Проверьте, все запятые должны быть на месте. Далее. Далее обратите внимание на второе предложение и четвертое предложение. Мы сказали, что такие деепричастия или деепричастные обороты мы не выделяем, когда они близки, скорее уже, к наречию образа действия, когда мы не будем задавать вопрос уже скорее, что делаю и что сделав, а будем задавать вопрос, как, каким образом. Он работал весь день, как, не покладая рук, то есть усердно. Он отвечал на вопросы, как, сидя. Далее. И пятое и шестое предложения. Здесь обстоятельства обособляются и не выражены существительными с производными предлогами. Смотрите, проверяйте. Несмотря на дождливое лето, запятая, урожай выдался отличный. Несмотря – это не деепричастие с частицей «не». Если бы это было деепричастие, написала бы раздельно, потому что могу употребить без «не». Здесь это производный предлог. Не забывайте, что мы считаем «не смотря» или «не взирая» деепричастием с частицей «не», когда мы в прямом смысле глазами не смотрим и не взираем. Несмотря на него, несмотря на стену, несмотря на картину, допустим. Тогда это будет деепричастие. Я в прямом смысле глазами смотрю. Если я говорю о каких-либо обстоятельствах, условиях, то буду работать с производным предлогом. Несмотря на плохое настроение или хорошее настроение, несмотря на непогоду, несмотря на дождливое лето. Это производный предлог с существительным. И шестое. Детям по причине малолетства не определили никаких должностей. Детям не определили никаких должностей. Почему? По причине малолетства это обособленное обстоятельство, выраженное существительным с предлогом. Все условия, которые мы проговорили, здесь были. Я думаю, что мы готовы идти дальше. Далее обособленные дополнения. Обособленные дополнения. Обособленные дополнения – это подержанные формы имен существительных с предлогами и предложными сочетаниями. Кроме, вместо, помимо, наряду, с, за исключением, исключая и прочее. Подобные сочетания имеют значение либо включение, либо исключение, либо замещение. Их обособление зависит от смысловой нагрузки, от объема оборота, то есть распространения, нераспространения, желания его выделить, чтобы подчеркнуть роль в предложении, чтобы усилить его роль в предложении. Обособленные обороты этого типа обычно не выражают объектных значений и не связаны по смыслу с действием, как предмет, на который направлено действие, переходит действие или который является результатом действия. Поэтому причисление подобных оборотов к дополнению и название этого всего обособленными дополнениями весьма условно. Основание для этого – чисто внешняя связь с предложенным управлением и возможность поставить к ним падежный вопрос. Поэтому корректнее это было бы назвать даже не обособленными дополнениями, а обособленными оборотами со значением исключения, замещения и включения. Посмотрим на примеры. Когда наступили трудные годы гражданской войны, Лизе, наряду со всеми, пришлось искать службу. Со всеми на пароходе, не исключая и молчаливого буфетчика, с мурой говорил отрывисто. Отсюда и любовь Толстого к народному творчеству, к фольклору, работа, имеющая, помимо всего, и большое чисто научное значение. Давайте также об обособлении пару слов скажу. Обычно такие обороты обособляются, когда стоят в начале предложения. Смотрите, например, я на одном примере разбрала. Наряду с другими я оказался в колонии демонстрантов. Также они точно выделяются, если стоят между подлежащим и сказуемым, разделяют подлежащие и сказуемые. Я наряду с другими оказался в колонии демонстрантов. В данном случае этот оборот разделяет подлежащие и сказуемые. И также они обособляются точно, когда разделяют главное слово и зависимое словосочетание. Я оказался наряду с другими в колонии демонстрантов. Получается, что в данном случае этот обособленный оборот разделяет Главное слово и зависимое. Оказался в колонии – это словосочетание, где оказалось главное слово в колонии зависимое. И обратите внимание на первый пример, где я не обособляю. В конце предложения могут не обособляться, но это факультативно. В принципе, если я хочу на это обратить внимание, то можно и выделить. Я оказался в колонии демонстрантов наряду с другими. Вполне можно выделить. Оборот со словом «кроме» имеет два значения. Это не влияет на пунктуацию, просто хочу, чтобы вы посмотрели. Это, возможно, значение исключения. Пример. На всех берегах залива на протяжении сотен верст мною не было встречено ни одного человека. И кроме горчайшей полыни и сухого бурьяна я не сорвал ни одной травинки. Исключение. Я сорвал только полынь и сухой бурьян, но ничего больше и никого больше не встретил. Исключение. И либо наоборот включение. Кроме студентов на конференцию приехали и преподаватели. Приехали преподаватели и студенты в том числе. Еще раз нафунктуацию. Это никак не влияет, в любом случае будет высобляться. И оборот со словом «место» имеет значение замещение. Может включать существительные, обозначающие либо действия, либо предметы. Если обозначает действия, всегда высобляется. Если обозначает предметы, то высобление факультативно. То есть не обязательно. Смотрим на примеры. Вместо ответа он начал толкать меня головой в грудь. В данном случае обозначает действие, поэтому обозабляется. А когда предмет, вот я не стала обозаблять. Вместо шляпы он купил себе старую фуражку. Шляпа предмет. Это все. Если мы будем говорить с вами об обособленных оборотах значений замещения, исключения и включения, то это не дополнительный материал, этого нет в учебнике, но мы часто пользуемся с вами такими оборотами, поэтому я бы хотела, чтобы мы уже это видели и понимали. Задание у вас будет домашнее по этому поводу. И последнее задание, которое я тоже хотела бы сегодня вместе с вами проработать, и вы это точно проработаете в своих тетрадях, мы вместе проверим, проговорим. Вы сделаете похожее дома. Это задание будет на обобщение. Мы сказали с вами на прошлом уроке об обособлениях приложений и определений. Сегодня поговорили об обстоятельствах и условно-дополнениях. И я бы хотела это обобщить текстом небольшим. Тогда я бы хотела, чтобы вы поставили меня на паузу, списали этот текст и расставили в нем знаки припинания. Здесь достаточно много именно обособления второстепенных членов предложения, поэтому я хотела бы, чтобы вы их выделили как члены предложения, подчеркнули. Также здесь есть и другие условия постановок знаков припинания, поэтому тоже хотел, чтобы вы посмотрели. Ну и вместе проверим, проговорим. Я надеюсь, что вы воспользовались моими рекомендациями, все записали. И мы теперь вместе с вами проверяем. Давайте прямо по предложению. Вы следите у себя, что у вас знаки припинания расставлены так же и объяснены так же. Первое предложение. В 50-е годы Анри Лотт, знаменитый французский ученый, исследуя античные искусства, обнаружил в Сахаре подлинный доисторический музей. Обратите внимание на первую запятую и на вторую. Они показывают вам обособленное предложение, которое стоит после имени собственного и уточняет его, поясняет. Поэтому обособляется. Анри Лотт, кто такой, да, его характеристика. Мы говорили с вами о том, что приложение дает дополнительную характеристику. И в данном случае оно стоит после имени собственного и характеризует, уточняет. Так, далее. Вторая запятая закрывает обособленное приложение и открывает обособленное обстоятельство или деепричастный оборот в данном случае. Получается, что Анри Лотт обнаружил в этот музей, что делая, да, добавочное, дополнительное действие к основному глаголу, что делая, исследуя античное искусство. Вторая запятая еще раз закрывает приложение обособленное и открывает обособленное обстоятельство. И третья запятая закрывает этот деепричастный оборот или обособленное обстоятельство. Все. В этом приложении больше нет запятых. Следующее предложение. Несмотря на древность памятников, на склонах Тосили сохранилось огромное количество рельефов и росписей. Несмотря на древность памятников, это обособленное обстоятельство, выраженное существительным с производным предлогом «несмотря на». Еще раз посмотрите, у нас был такой пример тренировочный, когда мы говорили об обстоятельствах. Это не деепричастие «несмотря». Я не в прямом смысле смотрю, несмотря на какие-то условия. В данном случае, несмотря на древность. На слайде был пример «несмотря на дождь», что-то такое. Только это запятая в этом предложении. Следующее предложение. «Мастерски исполненные изображения, повествующие об охоте на слонов, жирафов и других животных, говорят о том, что в те далекие времена была запятая, наряду с бесплодными песками запятая, и цветущая аллея запятая, полная жизни». Точка. Достаточно объемное предложение и много знаков припинания, но они все хорошо, спокойненько объясняются. «Мастерски исполненные изображения». «Мастерски исполненные» – это распространенное определение, но оно стоит до определяемого слова, поэтому не обособляется. Далее, это определяемое слово «изображение», также и определяемое слово для следующего причастного оборота, который теперь уже обособляется, потому что стоит после определяемого слова. «Изображение, какие, повествующие об охоте на слонов, жирафов и других животных». Здесь закрылся причастный оборот. Также, очевидно, запятая при перечислении, при однородных членах предложения, слонов, запятая жирафов в причастном. Далее, «изображение», говорят о том, запятая, «что была земля». Запятая перед «что», потому что это сложно подчиненное предложение. Союз подчинительный «что» соединяет две грамматические основы. Далее, «что в те далекие времена», вот тут будьте внимательны, «была», запятая, «наряду с бесплодными песками», запятая, «и цветущая земля». «Земля была» была наряду с бесплодными песками. Это обособленное, условно, дополнение или обособление, обособленный оборот со значением, в данном случае, включения. То есть была земля и одновременно были бесплодные пески. Выделяется с двух сторон запятыми, плюс мы, помните, смотрели условия, когда я буду обособлять. Здесь обособляю этот оборот, потому что он разделяет подлежащее и сказуемое. «Была» наряду с бесплодными песками «земля». Сказуемое потом будет подлежащее. Ну и «земля какая?» полная жизни. Это обособленное определение, стоящее после определяемого слова. Все. И следующее предложение, последнее. «К удивлению ученого, запятая, первобытные художники, запятая, основоположники всех видов изобразительного искусства, запятая, преуспели и в декоративном». Точка. Так, первая запятая. «К удивлению ученого». Запятая стоит, потому что это вводная конструкция. Вводная конструкция, которая показывает отношение, отношение говорящего к какому-то факту, да? К счастью, к сожалению, к изумлению, к моему изумлению, к моему удивлению, к удивлению моих одноклассников, к удивлению ученого в данном случае, например. Это вводная конструкция. Вы сверху просто можете подписать, как мы с вами подписывали, кратко. Вводная конструкция. Она не является никаким членом предложения, грамматически со всеми остальными членами предложения не связана. Далее. Первобытные художники, запятая, основоположники всех видов изобразительного искусства, запятая, преуспели. Художники, подлежащие, преуспели сказуемое. И при подлежащем, которое является определяемым словом, есть обособленное приложение, основоположники всех видов изобразительного искусства. Это приложение выражено именем нарицательным и относится к имени нарицательному. Художники, они кто такие еще, дополнительно основоположники чего-то там, допустим. Мы когда говорили еще раз с вами о приложении, говорили, что он дает дополнительную какую-то характеристику, дополнительную информацию, распространяет. Соответственно, художники, запятая, начинается обособленное приложение и после искусства заканчивается обособленное приложение. Все. Я надеюсь, что у вас все получилось, что вы все здесь поняли. Если что-то не поняли или у вас как-то по-другому знаки препинания расставлено, я советую вам пересмотреть мой комментарий. Пожалуй, все на сегодня. И пару слов о домашней работе. Задания также будут в описании видео. Вы скачаете файл и выполните задание. Сделайте фото выполненного задания и конспекта сегодняшнего урока. И отправите мне до назначенного времени. Также хотела буквально пару слов сказать о том, как получилась первая домашняя работа. Мне казалось, что в предыдущем видео я достаточно ясно выразилась по поводу того, как это должно выглядеть. Но проверив первую домашнюю работу, поняла, что, наверное, еще пару слов нужно сказать. Друзья, во-первых, я устанавливаю определенный срок и очень хочу, чтобы вашу работу вы прислали именно в этот срок. А не через два или три дня. Это было бы совершенно прекрасно, идеально. Поймите, здесь вопрос не в дистанции. Объемы такие же. Я имею в виду заданий. Поэтому я считаю, что это вполне себе можно сделать достаточно быстро. На первое домашнее задание у вас было четыре дня. Не все меня отправили через четыре дня. Закрепите себе это, пожалуйста. Второе. Я хочу, чтобы фото выглядели максимально адекватно. Не фотографируйте, пожалуйста, свои работы ночью. Не фотографируйте какие-то дополнительные, дополнительно все, что у вас там лежит на столе. А то присылают некоторые такие фотографии, что, не знаю, 50% фотографии учебник по русскому языку, потом еще учебник по математике, по географии и так далее, и где-то вот с краешку работа. Зачем вы так делаете, я не понимаю, если честно. Все это очень сложно, трудоемко. Поэтому пожалейте нас. И я уверена, что это очень простое задание сфотографировать адекватно работу. Я уверена, что вы справитесь с ним и вообще оттачиваете этот навык в ближайшие несколько недель. И последнее, но не менее важное, пожалуй, даже самое важное – выполнять это задание так, как я хочу. Я прописываю всегда максимально подробно. Особенно учитывая такой способ сейчас взаимодействия, я прописала все. Я сделала образец. Почему многие работы сделаны были не по образцу? Я не понимаю. Поэтому мои оценки получились не самые лучшие, хотя работы были первые. Я считаю, очень простые. Все, это все, что я хотела сказать. Извините, пожалуйста, за такое лирическое отступление. Но просто это единственная, наверное, возможность вот так вот к вам глобально ко всем восьмым обратиться. Домашнее задание на ближайшее время. У вас будет два задания. Первое задание будет текст. Он будет на обособленной второстепенной члене предложения. Там будут и определения, и приложения, и обстоятельства, и дополнения условные наши. Примерно текст. Вот, например, мы сейчас работали, наверное, с подобным текстом. Что-то вроде того. Плюс там будут орфограммы. Тоже следите, работайте с орфограммами. Так, это первое. И второе. Второе. Я прошу вас написать текст рассуждения. Темы указала. Вопросы ключевые указала, на которые нужно опираться. Указала также условия, что в вашем сочинении должны быть обособленные приложения, обстоятельства. Все обособленные члены предложения. В каком количестве тоже указала. И сроки выполнения работы тоже указала. Поэтому удачи. Всего доброго. До следующего урока. Урока. Продолжение следует...